Программа «На спорте» продолжает эфир нашей радиостанции. Меня зовут Антон Погодин. Сегодня вместе со мной в студии председатель Федерации биатлона Кировской области Владимир Глазырин. Владимир Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Зимний сезон у нас практически завершен. На дворе вторая половина марта. И если оглядываться назад, как можно его охарактеризовать? Сезон для наших биатлонистов. Насколько он был успешным и продолжительным? Во-первых, сезон был необычным в связи с теми ограничениями. Да, ковидными ограничениями. Тем не менее, все старты, которые были запланированы на выезде, были проведены. Наша команда выезжала на все эти соревнования. Конечно, некоторые соревнования оригинального уровня пришлось проводить в рамках контрольных стартов. Ну, сезон у нас подходит практически к концу. Осталось провести два значимых соревнования. Первое – это всероссийское соревнование памяти нашего земляка, олимпийского чемпиона Владимира Миланина. Ну, и еще одно соревнование для спортсменов младшей возрастной группы – это областное соревнование памяти заслуженного тренера России Николая Ивановича Мочилова, почетного «Динамовца». А в этом году, в этом сезоне стартов биатлонных было больше или меньше по сравнению с прошлым годом? Примерно такого же количества. Ну, практически мы ни один старт не сорвали. Ну, в принципе, для такого сезона постковидного, ковидного и постковидного – это достаточно неплохой результат. Ну, я думаю, да. Но, конечно, немножко картину смазывает то обстоятельство, что приходилось вместо официальных соревнований региональных проводить контрольные старты. Ну, а так, в принципе, все, что было запланировано, было выполнено. Каких успехов удалось добиться на внутриобластных соревнованиях и каких успехов добились биатлонисты, выезжая за пределы области для участия в стартах? Ну, я думаю, что индикатором нашей работы, выступлений спортсменов, наверное, все-таки являются соревнования на выезде. Вот такие значимые соревнования. Всероссийские соревнования, перенство округа, перенство России. В этом плане мы пока выглядим скромно. Ну, один из спортсменов у нас выполнил норматив кандидата в мастера спорта на перенстве России по летнему биатлону, став четвертым. Чуть-чуть не хватило ему до призового места. Ну, а остальные результаты довольно скромные. Да, мы боролись за двадцатку, за тридцатку на перенстве России. Но, тем не менее, пока выше подняться не можем. Я знаю, что недавно в Смоленской области прошло первенство России по биатлону «Снежный снайпер». И, в принципе, там выступили наши биатлонисты достаточно удачно. Можно поподробнее об этих стартах? Кто ездил, каких успехов добились? Ну, если на этом моменте остановиться, то в младшем возрасте у нас успехи довольно внушительные. Уже который год у нас появляются призеры и победители первенства России. И, начиная с семнадцатого года, у нас был победитель перенства России Тюриков Арсений. По-моему, в девятнадцатом году еще один победитель был перенства России. Вот в прошлый год на перенстве России по летнему биатлону был победитель также. Ну, и сейчас ребята выступили достойно. У нас Сергей Ложкин на завершенном перенстве России в городе Смоленске занял первое место. Так что в младшем возрасте у нас все хорошо. А как получается, где та проблема при переходе от младшего возраста к более старшим? Почему спортсмены теряются или у них результаты не такие достойные получаются? Не знаю. Я, наверное, не смогу вам точно на это ответить. Это так же точно, как прогноз в этом спорте. Или, вернее, в спортлото. Вот поэтому, наверное, очень трудно на этот вопрос ответить. Почему они теряются? Я думаю, что тут очень много каких-то условий, обстоятельств возникает. Поэтому пока не получается. Ну, еще такой аргумент могу привести. Вы знаете, и великие спортсмены, те, кто попадали в дальнейшем в сборную команду России, становились и призерами, победителями, вернее, чемпионами олимпийских игр, чемпионатов мира. Они ведь тоже в течение своей спортивной карьеры не всегда были победителями или призерами крупных соревнований. Вот буквально недавно я смотрел, мне попались под руку протоколы, перенц России, обратил внимание на Шипулина. Шипулина, там были у него места далеко не призовые. Это шестое, седьмое место. Вот так вот. Если сравнивать наших вятских биатлонистов с соседями хотя бы по Приволжскому федеральному округу, на каком уровне мы находимся? То есть, где вот нас можно расположить в такой, скажем, иерархии ПФО? Ну, я думаю, что где-то в серединке. Кто выше нас, а кто ниже? Ну, вот в настоящий момент выступают достойно ульяновские биатлонисты. Удмурты всегда на высоте, пермики бывают на высоте. Кто еще? Чуварская республика выступает довольно прилично. Вы знаете, тут как качели нам бывают. Сегодня удачный старт, завтра менее удачный. Ну, так же точно и бывает и у нас. Но на данный момент пока мы не в лидерах. Ну, вот вы сказали, что, в принципе, в этом сезоне практически ни один старт был не сорван. А количество этих стартов, оно достаточное? Или хотелось бы все-таки почаще выступать на соревнованиях и выезжать в другие регионы? Я думаю, что количество стартов достаточное. Спортсмены, которые заслуживают внимания у тренерского состава, те, соответственно, выезжают и больше на соревнования. В частности, вот у нас есть кандидат, мастера спорта Иван Андреев. Он также выезжал в январе месяце на отборочные соревнования к переоденству мира. И считаю, для нас выступал достойно. На кого еще, кроме Ивана, можно надеяться на таких представительных стартах? Кто-то еще подает, скажем так, такую надежду на успех, на то, что вот когда-то о нем заговорят в мире биатлона? Вы мне задаете компрометирующий вопрос. Я думаю, что тут, наверное, на этот вопрос нельзя отвечать. Вот когда кто-то будет, тогда мы увидим. А сейчас загадывать в будущее, это, наверное, безнадежно. Давайте тогда вернемся к настоящему, о будущем не будем говорить. Я знаю, что у биатлонистов, особенно у ведущих биатлонистов в мире, есть свой собственный рейтинг. А есть ли аналогичный рейтинг у кировских биатлонистов? И если есть, то как он складывается? Ну, если вы заглянете в нашу группу, Федерация биатлона Кировской области, вы получите полную информацию. Я думаю, что не стоит тратить время для того, чтобы все рассказывать. У нас, мы ведем ежегодно рейтинг наших спортсменов, начиная с младшего возраста и старшим. Разработана, соответственно, таблица очков, которая разработана с таким уклоном, что соответствующие очки даются на соревнованиях различного уровня. Ну и, соответственно, такой рейтинг у нас существует. Кто его сейчас возглавляет? Рейтинг в разных возрастах, по-разному. Сейчас вам точно сказать не могу, но в старшем возрасте это Иван Андреев, в среднем возрасте это Шутова Варвара и Осколков Михаил, а в младшем, по-моему, Ложкин Сергей. Насколько там такая сильная конкуренция? То есть ребята друг друга двигают с верхних строчек? Или как в начале сезона там заняли первые строчки, так и остаются на них? Ну, особых подвижек нет. В основном в младшем возрасте большая конкуренция. Это потому что много участников? Ну, больше, да. Самое большое количество участников в младшем возрасте. А в среднем возрасте конкуренция уже поменьше. Там уже определяются, ну, есть какие-то лидеры среди спортсменов. В старшем возрасте, к сожалению, участников региональных соревнований у нас очень мало. Ну, я надеюсь, что их будет больше. По крайней мере, вот те дети, которые сейчас занимаются, они из биатлона не уйдут. И, соответственно, когда подрастут, уже в более старшем возрасте их будет больше. И, соответственно, конкуренция вырастет. Мы каждый год надеемся на это. Да, потихонечку мы растем. Но этот процесс очень медленный, потому что при переходе старшего возраста возникают другие обстоятельства у спортсменов. Это в первую очередь учеба. Учеба, ЕГЭ. Соответственно, и родители заинтересованы, и спортсмены заинтересованы обратить большое внимание на учебу. Я, когда смотрел рейтинг биатлонистов кировских, обратил внимание, что, в принципе, в нем присутствуют только представители от трех городов. Это Киров, это Кирово-Чапецк, и это Слободской. Больше, по-моему, я никого не заметил. Совершенно верно. Совершенно верно. Дело все в том, что биатлон считается сложным техническим видом спорта. И дело связано с оружием, со стрелковыми объектами. И не каждая спортивная школа может позволить себе это. Ну, и я думаю, что еще в какой-то степени, может быть, даже еще есть и нежелание развивать вид спорта. Ведь вид спорта очень красивый, и не случайно он по рейтингам на телевидении он занимает одно из ведущих мест. Ну, я говорю, вот все связано с техническими вопросами. Все-таки, я думаю, что игровые виды спорта развивать намного легче. По крайней мере, и там, и наполняемость групп в спортивных школах намного больше. Вот так же точно можно даже вот так сравнить с лыжниками, к примеру. Практически в каждой спортивной школе, в муниципалитете есть тренер по лыжным гонкам. А биатлон, соответственно, есть далеко не везде. Ну да, у нас всего где-то 7 человек, коллег, моих коллег. Именно по области всего 7 человек. Совершенно верно. То есть, получается, биатлон у нас в Кировской области развивают меньше 10 человек. Ну, совершенно верно. К сожалению, как-то очень маловато. Ну, маловато. Я еще раз говорю, что это все связано с тем, что это сложный технический вид спорта, и возникают, соответственно, сложности и со стрелковыми объектами, и с хранением оружия. А для проведения соревнований подходит только лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» или где-то еще выступаете на других? Нет, только лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп». Там все оборудовано согласно требований, которые предъявляет Росгвардия. Так что я думаю, что только этот объект может принимать соревнования любого уровня. А тренировки-то ведь могут проходить не на других стадионах, спортивных объектах? Ну, конечно. У нас же есть еще и лыжная подготовка. Я считаю, что это основное средство подготовки – лыжная подготовка. Также и стрелковый тренаж, который можно вне стрелкового объекта проводить. Давайте немножко углубимся в историю. Насколько вообще прочны корни в Вятском биатлоне? Чем можно похвастаться? И вот на кого нужно равняться современным молодым биатлонистам? Ну, история биатлона, можно сказать, что она довольно молодая. Вообще биатлон – молодой вид спорта. Самое первое соревнование в Советском Союзе прошло в феврале месяце. Первый чемпионат Советского Союза прошел в феврале месяце в 1958 году. Кстати, в нем наш заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Владимир Миланин не участвовал. Он начал уже непосредственно к биатлону привлекаться в 1959 году. И я думаю, что это, наверное, надо считать датой рождения отечественного биатлона. А вообще первый чемпионат мира проводился 2 марта в Астрии, тоже так же в 1958 году. Вот, так что нам 60 с небольшим лет еще. А об истории есть и нашего вятского биатлона. Да, у нас есть 2 олимпийских чемпиона, до которых нам пока еще очень-очень далеко. Но, тем не менее, в истории вятского биатлона было очень много спортсменов высокого класса. Сейчас перечислять не буду, было много и мастеров спорта международного класса, мастеров спорта, которые достойно выступали на чемпионатах Советского Союза, на международных соревнованиях, на чемпионатах России. А вообще, если говорить конкретно об истории приза Меланина, то все началось в 1992 году. У нас в Слободском фанерный комбинат «Красный якорь» пустил в эксплуатацию спорткомплекс, соответственно, появились тренерские отставки, открыли секцию биатлона. Ну и, будем так говорить, я буду нескромным, наверное, по моей инициативе при поддержке Совета физкультуры, руководства предприятия, мы организовали первое соревнование. А соревнования были организованы с личного согласия Владимира Михайловича Меланина. В 1992 году, в январе месяце, я к нему приехал на лыжную базу, он тогда работал преподавателем физкультуры в Политехническом институте. Вот мы с ним переговорили, я ему предложил такое условие, что мы хотели бы проводить в честь вас соревнования. Он мне, правда, сказал на это, я согласен, но у меня нет призов. Я говорю, Владимир Михайлович, приз мы найдем. И в течение двух лет он к нам приезжал на соревнования в город Слободской, подсказывал что-то, ребятам рассказывал о своем спортивном пути. И также принимал участие в церемонии награждения детей. Ну, я думаю, что были запоминающиеся моменты. Ну, что ж, будем надеяться, что участники соревнований на приз Меланина когда-то добьются похожих, аналогичных успехов. Ну, а я напомню, что сегодня в гостях программы на спорте был председатель федерации биатлона Кировской области Владимир Глазырин. Меня зовут Антон Погодин. Большое спасибо за внимание. На спорте